Привет! Сегодня я покажу два самых популярных рецепта картофеля в моем исполнении. Рецепт картофеля по-деревенски, хрустящая румяная корочка и нежная мягкая серединка. И рецепт картофеля фри. Расскажу, как я готовлю картофель фри, чтобы он не уменьшался в размере. И масло в себя практически не впитывал при жарке. Был вид отличный, а самое главное вкус настоящей картошки фри. Внутри мягенькая. Картофель фри. Картофель очищаем и разрезаем на брусочки. Я обычно пользуюсь овощерезкой. Перекладываем в большую миску, солим. На 1 кг картофеля я кладу 1 чайную ложку соли. Перемешиваем и оставляем на 5 минут. Соль из картофеля вытянет лишнюю влагу. Теперь картофель хорошо промываем в холодной воде. Откидываем на дуршлаг. В большую кастрюлю наливаем воду. Доводим до кипения. Как вода закипит, снимаем с огня и опускаем в кипяток картофель. Держим картофель в кипятке ровно 1 минуту. Вынимаем и откидываем на дуршлаг. Даем картофелю стечь. В сковороду, у меня диаметр сковороды 20 см, наливаем растительное масло. Хорошо разогреваем и небольшими порциями кладем картофель. Обжариваем до легкого золотистого цвета. Картофель по-деревенски. Картофель 1 кг моем, кожицу не очищаем. Идеально, если картофель будет молодым. Разрезаем на дольки. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения. Кладем картофель в кипящую воду. Закрываем крышкой и варим с повторного момента закипания ровно 3 минуты. Именно благодаря недолгой предварительной варке в процессе запекания образуется хрустящая корочка на картофеле. Дело в том, что крахмал на срезах огни становится липким. Во время варки и все ароматные добавки хорошо равномерно прилипают к долькам. Подготовим специи. 1 чайную ложку соли, сладкая паприка 1 чайная ложка, 1 четвертой чайной ложки куркумы, 1 чайная ложка сушеного чеснока, черный перец. Вливаем 4 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Картофель сливаем и добавляем приправы с растительным маслом. Перемешиваем и кладем на противень застеленный бумага для выпечки. 1 кг картофеля как раз хватает разложить на стандартной противень на духовке. Ставим в духовку, запекаем при 200 градусах 30 минут или ориентируйтесь по своей духовке. Готовый картофель достаем и подаем к столу соусом. Если возникли вопросы, задавайте мне их в комментариях или пишите мне в телеграме, буду рада помочь. Кстати, у меня теперь новый телеграм-канал. Старый восстановить не удалось, подписывайтесь, чтобы быть в курсе о выходе новых роликов на всех моих соцсетях. Так как сейчас я публикую новые видео не только на ютубе, но и, например, новые видео, которые можно посмотреть только на Одноклассниках или ВКонтакте. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!